Книга «Открытым оком» 3 том. Тема «Потеряевка». Вопрос 1194. «Чем вы не угодили властям, что, наконец, вас все-таки сняли с регистрации? Я имею в виду лагерь ваш. Властям не угодно развить воспитание детей в духе послушания, трудолюбия?» — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Дело тут не так однозначно. Угодны ли мы властям? Есть закон государственный, и для нас исключений никто сделать не сможет. Иначе это будет уже не закон. Так вот, согласно закону, религиозная организация может быть зарегистрирована при определенных условиях. Должно быть не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста и живущих в одном месте. Те, кто регистрировал наш лагерь еще раньше, как религиозную организацию, делали это по старому законодательству. А когда вышло новое законодательство, то эти пункты у нас перестали соответствовать, так как жители «Потеряевки» уже являются членами Квятанфьевской общины. А дважды они не могут быть зачислены в две организации. Нас сняли с регистрации совершенно правильно по закону. Но мы могли зарегистрировать лагерь Стан как общественную организацию в тот же день. Но нам объяснили в зале же суда, что нам это совершенно и не нужно. И я в зале суда поблагодарил Маковеева Валерия Ивановича, начальника отдела по регистрации религиозных и общественных организаций по Алтайскому краю. И обнял его, когда я сказал слово при закрытии лагеря Стана. Он, как потом сказал, мне чуть не проследился в зале суда. И судья, и заседатели все были за нас. Но закон есть закон. У нас зарегистрированы две религиозные общины. И в уставах этих общин сказано, что они могут организовывать лагеря детские, трудовые, оздоровительные, туристические, спортивные и иные. Мы тут же провели собрание общин и приняли соответствующее решение об образовании детского православного трудового лагеря Стана в честь личного мученика Климента Артирского. По детскому лагерю Стану. В кавычках. 2-13-12. Дело номер 01. По иску Лапкина Игнатия Тихоновича. Главному управлению Министерства юстиции по признанию незаконным распоряжением от 5 марта 2000 года. Судья Михайлова Т.А. Протоколы. Лист 10. Истец. Лапкин Игнатий Тихонович. За нами не было ни одного замечания. Лист 13. Ответчик Маковеев В.И. Начальник отдела регистрации общественных и религиозных объединений. Телефон 354434. Мы действительно хорошо относимся к ИСТУ, но есть буква закона в несоответствии статьи 8 федерального закона. Им можно зарегистрировать лагерь как некоммерческую организацию. Религиозная организация должна состоять не менее чем из 10 человек. Данный лагерь Стан не является религиозным учреждением. Лагерь Стан имеет сезонный характер. ИСТУ вообще не требуется регистрация, так как у них две религиозные общины уже зарегистрированы. И по их уставу они могут учреждать детские лагеря сами. А печать, которая им нужна, будет как у некоммерческой организации. Лишь 16-й результативная часть. Оставить ИСТУ без удовлетворения в полном объеме. Кавычки закрыты. Русская православная церковь за границей Ишинско-Сибирская епархия зарегистрирована Минюстом Российской Федерации 30 января 1995 года, номер 308. Управляющий Ишинско-Сибирской епархии епископ Ефтихий 11 по новому стилю 24 мая 2000 года. Святые равноапостольные Мефодия и Кирилла. Индекс 127-400, Тюменская область, город Ишин, улица Коркинская, 52, Богоевленский собор, Телефакс 145-51-237-67, указ номер 16. Принимая во внимание, что детские документы религиозной организации, детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкинского в поселке Потеряевка Мамонского района Алтайского края не соответствуют новому законодательству РФ о религиозных объединениях, в связи с чем лагерь ликвидировано в судебном порядке и рассмотрев обращение Кристово-Стрижинской общины города Барнаула и Святого Анкинского в общине поселка Потеряевка, о создании на базе ликвидированного лагеря «Стана» религиозной организации учреждения под тем же названием постановляю 1. Создать в поселке Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края на базе ликвидированного лагеря «Стана» религиозную организацию учреждения детский трудовой православный лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкинского. 2. Далее лагер «Стан» по следующей регистрации в государственных регистрирующих органах. 2. Утвердить устав лагеря «Стана» 3. Назначить начальником лагеря «Стана» Лапкина Игнатию Тихоновичу. 4. Поручить начальнику лагеря «Стана» Лапкину Игнатию Тихоновичу провести все необходимые мероприятия для регистрации лагеря «Стана» в государственных регистрирующих органах Алтайского края. Епископ Евтихий. Печать. Но вот приезжают раз за разом и все нахальнее и многочисленнее комиссии. Человек по 10 и более. Явно ищут ликвидации лагеря. Опять же под разными надуманными предлогами. Главная задача им убрать меня. А тут из лагеря сбежали мальчишки, обворовав воспитателя на 1270 рублей. Сразу они не смогли почему-то выехать со станции Корчино, а мы уже обратились в милицию. Их не сумели захватить и они на товарняке добрались до дома. 8 июля 2002 года я был в Барнауле по своим делам и позвонил всем родителям и опекунам беглецов. Трое из родителей и их бабушки просили прощения, что доставили мне такую хлопотную личность, как их внучек. Все дети живы и здоровы. А тут и милиция уже несколько раз приезжала, и из прокуратуры краевой приехали. Из района СС, пожарники, ССовет и прочее. Избит там ребенок якобы в лагере избит. И конечно же я избил, требует пояснительную. К слову произнесу, что в этом году я вообще не нахожусь в лагере в станции. Детей мало. Опыт воспитателей достаточный, чтобы вести самостоятельно работу. Когда мы проводили первый набор детей, то предварительную встречу-примерку проводили с родителями у памятника Пушкина на проспекте. Поэтому я находился на улице Позунова, и мне там удобнее было. А не как всегда мы в те годы встречались у Покровского собора, то есть у магазина Томашина. И вот когда мы сидели на скамеечке у памятника, то один дядька, солидный, не 30-летний, стал меня со всех сторон фотографировать. А я заслонялся в сумку и прятал голову за Нюру Волкову. Она была чрезвычайно удивлена их нахальцем. Я сказал, это плетут за голову. И может быть от ГТРК, потому что дело против них в суде, и они сдаваться не намерены, потому что коммунисты. И вот теперь этим наседающим ахальникам. Я и сказал, вы опоздали, не согласовались, проспали в момент, когда можно было все обстряпать, как хотелось бы вам. Когда дети шли по железнодорожной линии, можно было бы тогда их изнахрапить, покалечить под видом хулиганов из соседней деревни. И даже больше того, ну и тогда, какая же моя вина? Дети сыты были, здоровы. В этот день только что пришли из бани, помылись там, потом пообедали и легли отдыхать перед божественной службой. А некоторые даже были на озере на рыбалке, откуда избежали, ухватив деньги. И своровал Саша Мечаев, который недавно приехал, а он уже тут три года у нас был. И ему даже не было ни одного замечания в этом году, не то чтобы какое-то наказание, воришки и других причин не было. Детей совершенно неверующих подсунули родители под видом верующих. А они как огня боятся идти на божественную службу. И даже самые ленивые из них готовы хорошо трудиться, делать любую черновую работу. Только бы не идти в церковь, боятся богослужения, как черт ладаном. А через час им и нужно было как раз идти на вечернее богослужение. На станции они сразу накупили дорогих папирос, блоки целые и прочий дребедень. Бабушка Сашина уже приносила деньги, но наши не взяли. Сказали, чтобы она мне лично их передала осенью. На том и остановились. И вдруг они муссируют, что мальчика, кущего юророждения 1991 года, 3 мая, мать Веры Владимировна, теперь повредили. И он избит был здесь. И мать подала в суд на меня, и будто бы освидетельствование у них на руках от врачей. В адресе город Барнаул, улица Георгия Исакова, 171-75. Рабочий телефон 2663-66. Приехал он сюда 10 июня 2002 года. Сбежал 29 июня 2002 года в 3.15-30. Он пацан в ростном 150 см. Смазливенький, черноволосый. Выглядит как выжатый лимон, как старый наркоман. Мы его тут спросили. Не пьет ли он? Он же ответил, что этим завязал, уже как два года тому назад бросил пить. Полностью опустошенный, как из кипятка вытащенный, даже в кино не ходил. Ему ничего не интересно. Полностью выскопленный. Мать назвалась верующей. Теперь она сказала, что вскрыла, что он стоит на учете в милиции и на всех учете в биске. Какие повреждения, если в дороге они прошкрябались? Но мать мне ничего не говорила. Если по сговору с нашими недругами, которые заплатить могли бы им, и они бы пошли на такую авантюру, что-то ему нанести, небольшие повреждения внешние, в виде тиняков и справочку добыть. Пацан на это не думает, в ходу клюнет. Но и тогда, как они эту липу с лагерем увяжут. А если даже увяжут пачи чаяния, то какое это отношение ко мне имеет? У меня документ, где все родители расписали, что я не несу никакой ответственности за побег ребенка из лагеря. Но вся ответственность на ребенке и на его родителях. Вот как это звучит дословно. Мы родители ФИО, отправляющие своего ребенка, имя, фамилия, в православный детский трудовой лагерь, стан поселка Потеряевска Мамонтовского района Алтайского края, ознакомлены с трудственным уставом, порядками, дисциплиной, запретами. Мы согласны со всем, добровольно и охотно это принимаем, и не возражаем, что за нарушение устава может применяться физическое наказание, лишение еды, дополнительная работа, стояние на часах, лишение купания, наказание угроза крапивой, сеткой о войской, за столом, удар ложкой по лбу, но не в неве, а с рассуждением. За злостно, хулиганство, хамство и тому подобное отчисляются из лагеря Стана. Наказывает только начальник лагеря Стана, обязательно без свидетелей. В уединенном месте наказание всегда соразмерно и адекватно проступку и преступлению. Пример. Кто после отбоя, отхода, косну нарушает покой, тишину, обязан выйти на вахту, в кавычках, и не мешать другим. Нарушившие правила купания, лишаются купания и тому подобное. Родители, не научающие боговедению, не наказывающие детей хуже убийц, говорит святой Иоанн Златоуст. Наказание не является истязанием, избиением или нанесением повреждений, но все согласно Библии по материалу о семье, в кавычках. Название статьи. С обязательным разъяснением. Ребенку дается свобода быть честным. Самому сознаться в своем проступке и преступлении, наказания будет меньше. Ложь увеличивает наказание. Родители должны подтвердить, что Первое. Ребенок не склонен к побегу. Забежавшего из лагеря Стана ни начальник, ни воспитатель, никакой ответственности не несут. Но родители и беглец. Второе. Психический здоров. Третье. Не мочится под себя ночью. Четвертое. Не лунатик. Не одержим. За особое непокорство дикие выходки ребенка досрочно отправляют домой. Если возможно, сообщают об этом родителям. Поэтому заранее необходимо вместе плату за билет и 10 рублей на телефонный вызов. Если же обойдется, без этого деньги возвращаются полностью. Дата подписи. Кавычки закрыты. Поступило самое свежее сообщение, что 19 июля 2002 года этот Юра сбежал из дома и живет где-то у товарища. Был он в милиции. Там через неделю после его побега якобы зафиксировали ожог от крапивы на спине. Ожог от крапивы через неделю. Да, от крапивы через час уже следа нет. Это надо же! На какую авантюру пошли? И вот с Юрой произошло уже и несчастье. С товарищами подрался. И его столкнули в костер. И он с ожогами первой и второй степени теперь с мамой. Это уже не ожог крапивы. Потом придумали, что их якобы наказывали веревкой и через мокрую тряпку. Значит будут еще какие-то повреждения и мокрые. Бедные родители, бедные дети. В какую беду их дьявол вверх. Тут вместе с ними же приехал еще пацан Денис Тручалин. У него отец Владимир Васильевич приезжал уже несколько раз за ребенком. Последний раз был здесь 14 июля 2002 года. С сыном ходил по ягодам и уехал опять без сына. Он остался еще на месяц. Понравился отцу ребенку и ребенку. Вот их телефон. 35-91-25. Телефон Антона Шивкова, беглеца. 26-43-08. Нечаева Саша, 37-76-95. Треть вложенных денег я им тут же верну. Потому что в лагере дети пробыли только по 20 дней. А заплатили за них за месяц. Чего они не чаяли никак получить по их словам. Вещи все привез до последней удочки. И там Фатеева Любовь Николаевна из квартиры Волковых раздала хозяевам. И прислала от всех четырех расписки такого содержания. Я, Кущева Вера Владимировна, родитель Кущева Юрия, получила все вещи ребенка и деньги в сумме 400 рублей от начальника детского православного лагеря Стана Лапкина Игнатия Игоревича. Претензий не имею. 9 июля 2002 года. Подпись Кущева. Лутаенко Шивкова. Когда приезжала комиссия для закрытия лагеря, то мы их тут засняли. Но в лагерь они не проникли. Хотя отчаянно просились и наседали на незаконность захвата якобы мной земли. И что раз нет у нас государственной регистрации, то и не имеем права существовать. Но Смирнов Г.Е. подошел, а потом отошел в сторону и уже вел себя не в сравнении с прошлыми годами. Выходит, наелся досыка. Плохо то, что я не переписал их всех по фамилиям. Но спросил одного принаглого мужика, назвавшегося Красиловым. Что же ты так нагло и хитно куралитишь? Но я его подсек несколько раз, и он присмирел под конец. Побеседовали они с одной девочкой, Валей Стояновой из Ишима. Захватили же они нас за столом обедающих. И могли же всех пересчитать, рассмотреть. Но вот одно да потому и расспрашивать. Сколько вас? Очень уж им охота войти с нами в компанию. Потом прошли на пирс, в баню. Пытался молодой, да нахальный, даже от имени Шоиха-то продраться. Вроде как Быковым назвался из краевой администрации. Но я не позволил, отрезал их эти попытки. И очень-очень уж просил милиционер мою объяснительную. Чуть не плакал. Зачем она ему была нужна? Отчитаться? Или из нее сварить статью мне? Сварить в кавычках. Раньше все пытались через санкбиненстанцию проворачивать. Да и через печать клемили нас. Но вот получил на днях из суда бумаги. Цитата. Исполнительный лист дела номер 2-40 2002 год именем Российской Федерации. Центральный районный суд города Парнаула Алтайского края 8 февраля 2002 года рассмотрел дело по иску Лапкина Игнатия Тихонича в ЗАУ МК «Регион» и другу им. О защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Суд решил взыскать в ЗАУ МК «Регион» в пользу Лапкина Игнатия Тихонича в счет компенсации морального вреда 5000 рублей. Решение вступило в силу 19 февраля 2002 года. Исполнительный лист выдан 8 июля 2002 года. Срок предъявления 3 года. Согласно статье 4 закона об исполнительной производстве предъявляемые судебными исполнителями требования по исполнению судебных решений, приговоров, определений и постановлений, обязательные для всех должностных лиц и граждан. На основании этого суд приказывает всем должностным лицам и гражданам, к которым это относится, точно и своевременно исполнять решение суда. Сухарева, ТП. Секретарь Селезнева и адрес изыскателя. Алтайский край, город Барнауллица, 2-я строительная, 62-16. Адрес должника. Город Москва, улица 1905 года, ЗАУ МК «Регион». Суд решил обязать ЗАУ МК «Регион» опубликовать в газете «Московский комсомолец на Алтае» на этой же полосе, что и статьи «Извинения за сведения», изложенные в газете «Московский комсомолец на Алтае» 24 июня-1 июля 1999 года. В статье «Остановите Лапкина» установил очевидность творящегося там беспредела. Антисанитария, побои, кликушенствующий проповедник. Из-за сведения, изложенные в газете «Московский комсомолец на Алтае» от 19-26 августа 1999 года, предписание СС полностью игнорировал. Антисанитария в лагере была отчаянная. Решение суда вступило в силу 19 февраля 2002 года. Исполнительный лист выбил 8 июля 2002 года. Судья Сухарева, ТП, секретарь Селезнева, ЛИ. Цитата. Лагеря закончена. Я ей сказал, виноват. Так и не ездите много раз, не тратьте зря. Вот он я, арестовывайте и везите. А лагерь бульдозера медовьяму. Бульдозера медовьяму. Нынче лагерь вообще не похож на прошлые годы. Он не трудовой. Работы вообще нет. Целые дни идет дождь, и дети не вылазят из просмотрового зала. Смотрят фильмы, сейчас погода чуть получше, пошли по ягодам, закупаются. У нас нынче один всего лишь огород. И даже этот один свой огород так и не пропололи до сих пор. Позор. Господи Боже мой, дай нам жить в мире. И на врагов пролей милость Твою великую. 15 июля 2002 года. Игнатий Лапкин.